В пожаре, случившемся ранним утром пятницы, в малосемейном общежитии микрорайона «Пятая площадка», пострадал вовремя проснувшийся жилец, охваченный огнем комнаты. Погорельца, наотрез отказавшегося от госпитализации, не преувеличивая, можно назвать везунчиком. Если бы не оглушительный хлопок, обеспечивший спасительное пробуждение, мужчина так бы и остался лежать на уже тлеющем диване. И взорвался, спал все. А вы как? В какой момент проснулись? Я от удара кинескоп, плечу, по руке. Надо отдать должное и смекалки новоиспеченного Погорельца. Обнаружив, что путь к двери уже отрезан бушующим пламенем, горожанин кинулся к подоконнику. Там, хватающимся за карниз и жизнь, его и застали приехавшие расчеты. Ну, прямо так вот он спустился, он сначала выглядывал, смотрел, дышал, видимо. Он говорит, прыгай, 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 прыгай. И все, получается, повис прямо на карнизе. Пожарные приехали, и все, мы подставили. Леденящую кровь в картину женщина, звонившая в пожарную охрану, обнаружила благодаря своей собаке. Домашний охранник, в отличие от хозяйки, почувствовал опасность и тревожно метался у дверей. Сюда подвязала к двери, гав-гав-гав-гав. Потом стук в дверь. Ой, дверь открывает, и здесь такой, фу, мать стоит, вообще-то ужас. Потом окошко открыло, тут уже МЧС вызвали. Там вообще-то ужасный просто черный дым. Человек почти висит на окошке, и прямо на закипломе. Удивило Елену не только происходящее, но и нахождение человека в квартире. Провожая часом ранее супруга на работу, она видела, как хозяин. Жилья выходил в подъезд, закрывая дверь на ключ. Кем приходится ему пострадавший, никто из соседей не знает. А сам мужчина на месте ЧП не появился и к финалу тушения. На ликвидацию огня, облизавшего все пространство двух небольших комнат на третьем этаже, у спасателей ушло не больше получаса. Но воды из пожарных рукавов за это время было вылито столько, что она напрочь затопила комнату, расположенную этажом ниже. Причина возгорания пока не установлена. По предварительной оценке, оно возникло либо из-за короткого замыкания электропроводки, либо по причине неосторожного курения в постели. По словам все тех же соседей, делать ремонт после пожара для владельца комнаты не в новинку. За все время его проживания здесь, это уже как минимум третий такой случай. С места происшествия Валентин Бороздяк, Мария Склярова и Виталий Вексля.